Интересный Лондруид плюс Оракул, Вичдоктор Зевс и ЛЦ забирают себе Деваурера, который очень популярен в нынешней мете. Там интересный статап, не забыл, от Нахаза небезызвестного. Чен на квалификациях имеет винрейт 78%, 18 пиков, побед, 5 поражений. И при этом команды, которые Чена банят, имеют 67% винрейта. Я думаю, что Чен действительно очень хорош. Но об этом говорили еще до начала квал, и это подтвердилось. Да, статистка по Чену очень хорошая, и может быть из-за этого, где как раз-таки в первой стадии Чену убрали, герои очень боятся. Либо захотят брать сами, либо видим, что убирают. Лонд Кант Спири забирает себе Дазл тем временем. Ну, в общем, действительно, от Волд 2 приобрел особую популярность сейчас, очень часто используется, особенно в прошлом против Зевса в миру. Дальше Фолл Спири Дазл двумя суппортами, Бестмастер пойдет на сложную, ну и, собственно, керри оставили на сладкое ЛЦ. Вега же должны будут разобраться, ну, кстати, тоже со своим керри. Сегодня мы видели, как Вега будет играть через лондруида, который идет на легкую, через триплуб сложный, возможно, такое мы здесь тоже будем наблюдать. Это будет зависеть от того, какие коры будут в последней стадии. Сейчас от коров нужно избавляться неприятным для себя. Всегда, конечно, когда есть у тебя в пике лондруид, хочется вот рейнджового неприятного керриа убавиться. Решал. Ну, тут Венга еще можно закурировать, попробовать, в принципе. Как вариант? Ну, скорее всего, не будет, потому что не совсем такой пик. И, ну, посмотрим. Ну, вообще, уже так прослеживается ОЛЦ, да? То есть, вот есть Венжи Фирид, Бестмастер, герои, которые дают шикарные ауры на стресс-атаки, на дополнительный урон. Плюс, опять же, махинации с броней противника за счет фиги Дазла. Все это вот как раз-таки подготавливается по какого-то жесткого кора, который будет наносить очень-очень много дамеджей. Ну, ОД, в общем-то, довольно жесткий кор, который много дамеджей может наносить. Он, правда, минус армора не особо сочетается. Ему, в принципе, пофигу на армор. Ему БКБшки его пугают. Кстати говоря, вот забытый во многом, ведь в свое время ОД был контрпиком лондруиду, потому что ОД заставляет лондруида на сумоне собирать БКБ. Потому что без БКБ сумон разваливается от орб АД слишком быстро. Ну да. Это очень сильная контра. И я думаю, что об этом просто забыли, а не потому что поменилось. И сейчас вспомнят. Ну, вообще, ОЛЦ, видимо, забанили там Вегас Кладрон Диссиджа. Все-таки подумали, что венка будет керировать. Возможно, это так. Но вот мне очень нравится, что ОЛЦ взяли дроу рейджер. Она выглядела бы здесь неплохо, с учетом того, что до дровки есть просто-напросто некому особой рации. Ну да. А сумона будут разваливать за эти ауры, за просто громнишеньки. Он, ну, буквально за несколько секунд. Две контрпи лондруида его спиритбирует. Это минус армор присутствует. И чистый демаж вот такой вот типа Деваурера присутствует. В общем-то, здесь хорошо пока что ОЛЦ пикают. Я узнаю вчерашних ОЛЦ. Посмотрим. Ну, на спик по-прежнему герой для Паши нужен. Хочет поиграть Паша. На спик 3 хочет поиграть Паша. Вот такого героя он выбрал и уже не очень хочет снять дровку, потому что спик 3, понятное дело, очень быстро сокращает до нее дистанцию за счет своего литимейта. Хочется понадежнее кого-то керри взять сейчас Солину. Вопрос какого? Кто будет с спик 3 воевать? Ммм, в спик 3 тоже. У Дев хорошо расправляется с иллюзиями. Вроде как у него демаж по иллюзиям остался. Ох ты! Герой позабытый с 6.86, немножко профессионально-то сцене. Но активно юзаемый в 6.85. И тут в ТЛЦ вспомнили, что а можно его взять? А почему нет? Когда в команде 4 персонажа, которым можно купить Аганим, в случае если там игра затянется, что алхимик сам по себе фармит хорошо. Да, тем более, что если, скорее всего, это алхимик на легкой. И как раз-таки у нас было очень много игр на МДЛ и потом на БТС Капе, в которых с начала НС долго горел по поводу того, что алхимика надо ставить на легкую. И он горел по этому поводу еще и Смайл. Соглашаясь с тем, что алхимик сейчас на легкой имеет право на существование. Конечно же, алхимик это, скорее всего, не Актариновый, а как раз-таки через минус армор. Но здесь отлично заходит. Под Дазла подвинулся арморный алхимик со своей тучкой, там, с каким-то колор-крестом, будет просто уничтожать. А если игра затягивается, казалось бы, у Веги там сильный лейт спектра, нутпайш Аганиму Д, и с Аганима он жахает ультимейтом очень бодро. И плюс наносит еще потом урон за счет вот своего второго спала, который изменили. Дазлу, венги Аганим очень хороши. Ну всем, всем подходит. А кто у них последний герой? У нас сложные линии, да? Да. Сейчас мы с читерим и посмотрим. Бестмастер. Бестмастер. Да, тоже, кстати, отличный Аганим, который увеличивает, ну, уничает кулдаун. По-моему, ультимейт увеличивает радиус очень сильно. Там очень сильно увеличивается. Да, алхимик действительно получился неплохим решением от ЛЦ. Посмотрим, как они будут его реализовывать. Ну и сразу же посмотрим, кстати говоря, и коэффициенты. Коэффициенты, которые бодроют там и гейминг бетс. Оцените их тоже. На ребят из Вегас Квадрон коэффициент 1.783. На ЛЦ есть 660. 3, как вы понимаете, коэффициент, конечно, кромеднейший. Но шанс того, что выиграет ЛЦ, конечно же, низковат. А что-то коэффициент. Те, кто поставили на Рокс, если Рокс выиграли, они бы, наверное, очень сильно были довольны. А те, кто поставит на ЛЦ, скажут, мы целых четыретысячных играем. Помню, там было 6.667 коэффициент. Супер такие жесткие коэффициенты. Коэффициент на Элеменс про гейминг, который уже не оправдался. 13.837. Это в параллельном матче. Но там уже в любом случае будет ничья. В лучшем случае. И это 3.150. Ну, а в случае победы Лигвид там вообще 1.348. Кстати говоря о команде Элеменс. Они гораздо лучше играют сегодня, чем играли вчера. Но все равно это, во-первых, это не Элеменс. Это какая-то совершенно не та команда, которую мы видели до квалификаций. Ну и, конечно, сыграли они сегодня не так плохо. Но какая разница, если результат остается неизменным? Ну да, там и вчера противник был даже немножечко послабже. Они все равно им уступили. Сегодня противник получился серьезным, Team Liquid, и тоже уступили. Такое бывает. Элеменс явно ожидали больше. Че, продемонстрирует матчи против Роксов. Че знает. У нас тем временем ставится пауза. Куда-то отключился игрок ЛЦ. Он попросил рестарт. Что-то там не так у него. Будем ждать возвращения. Что еще можно сказать? Жаркая война идет в Твиттере после поражения Нави, конечно же. Может быть в другом. Вот мне, меня вот какой-то лайкает мой Твиттер. Парень, которого стоит на аватарке эмблемы Alliance, а на фоне эмблемы Нави. Он, видимо, так и не смог определиться. Ну, Костя, если ты меня слышишь, ты должен выбрать. Это не дело. Там больше, больше, ребят, сообщений. Конечно же, вот по этим твиттерочкам, которые вы видите на своих экранах. Собачка Адекватовая, Собачка Майллстром 1. Ну и, собственно, по хэштегу РУХАП тоже не забывайте писать какие-то различные сообщения. Мы их в таких паузах будем зачитывать и будем с вами общаться. Да. Поздравляем просмотр этого моча. И видим, как Кевка побежал, побежал поставить Твордец. Играет он на Бестмастере в сложный. В миде будет исполнять у нас Бэйби Найт на Алхимике. Скорее всего, в миде. В миде его поставили. Да, против Зиоса. Ну и тут у нас суппорт Солен, который имеет приставку Аризи. Капитан команды будет играть на Веджи Пол Спирит. Вторым суппортом у нас будет товарищ Пивер на Дазли. Ну и Джеллопи сыграет на керри ОТ. Получается так. У Веги Сема за Слеер на Докторе. Соло на Оракуле. Ноуан на Зевсе. Мак на Лондоруиде. И Паша на Спектре. Не совсем понимаю. Вот на самом деле уже прямо вот вам пик подсказывает. Ну поставьте в ОТ против Зевса. Он отлично стоит. Он выигрывает линию. Нет, на какой-то черт опять ставят Ахимика. Хотя Ахимику здесь было бы гораздо приятнее на легкой. Может быть из разряда того, чтобы медью мешать. Потому что мы знаем, что Д хорош против Медвежонка. Ну не на первом левеле. Вот здесь как раз таки вся штука в том, что не на первом левеле. На первом левеле вообще Повик сейчас спрячет его. Интересно, можно прятать? И Крепы уходят дальше. Вот как это работает. Не дают магу заобузить. Красавчик, да. Поэтому, возможно, и ОД не зря был поставлен на легкую линию. Как раз таки с расчетом на то, чтобы магу испортить жизнь поначалу. Ну посмотрим, как будет стоять. В любом случае здесь все может быть. Я уверен, что в миде все равно ОД бы проявил себя поинтереснее. А Алхимик на легкой. Там бы Медведю подарили фарм. Окей. А здесь видим, что Зевсу в любом случае помогает соло. Кто бы то, если не стоял ОД или Алхимик. Видим, через Маджик Вонт играет, конечно же, Бэйби Найт. Прекрасно понимает, что от Зевса нужно будет заряжать свои стики. Появляется эсет спрей на втором уровне прокачки. Ну и можно вот таким вот образом сейчас прогонять Нолана. Ну, Нолан очень сильный Зевс. Здесь по Алхимику нужно крайне осторожно действовать. Или через фастботл играет Нолан, конечно, будет отбиваться. Ну, Алхимик тоже с бутылкой сейчас будет. Ну, это как раз про него и говорю. Отбивается и очень много молний может будет выдавать. Так приятно, товарищ Алхимику. Оно подтягивается уже в Энджи Фолл Спирит и будет его немножечко подтягивать. Здесь удалось Магу. Затейная. Отводит там ту пачку крипов. Держит ее, чтобы линия не пушилась. Пока подают его крипы. Но, видим, как насела кунг-фу. А и... Ну, можно вызвать новую, наконец-таки. Ну, ладно, посмотрим, в общем, что здесь будет. В любом случае, все... Главное, чтобы ОД был с фармом. И был с фармом Алхимик. Просто в чем разница? ОД — герой, которому важен быстрый левел. ОЧЕНЬ важен. Алхимик — это такой, которому быстрый левел не так важен. Он может потерять... Ну, ему главное — фарм свой набрать. А здесь быстрый левел получить ему будет сложновато. Учитывая, что он с дазл экспой делится. Может быть, еще кто-то будет сюда приходить. Ну, кстати, только с дазлом. То есть дазл имеет возможность еще отводы делать, не заблочено. Посмотрим опять, как это все будет в итоге реализовано. Бестмастер на верхней линии с Вичдоктором тут воюет. И довольно-таки неплохо у Кевки это получается. Шесть крипов, третий с половиной левел. Хорошо, по XP. Чу** у тебя. Да, у мидеров пока тоже все, ой, даже идентично получается. Разница всего лишь два крипочка. Ну, Алхимик, правда, без хп здесь остался. Ее нужно как-то ботло запустить или подконтролить руну. Далее забрать. Лун Друид забрал иллюзии. Оракул забрал богатство. О, Кевку зацепили при кустах соло. Кевка неожидала такой подставы. Это хп забирает Килл Сема. И в миде Алхимик проседает от Зевса. Вообще, очень странная игра от товарища Бобби Найта. Он был абсолютно без хп. Он что-то попер на этого Зевса, у которого уже есть верхняя второго левела. Довольно много дэмджа наносит. Просел, да. Ну, вот не самая лучшая отдача, безусловно, от мидера и лц. И вообще, два кора погибли. Старт получается хорошего. Ну, ладно, там Хардлейнер, который, на самом деле, он все время рисковал. Но он посмотрел почти четвертого левела за счет этого. А вот Алхимик, да. И Алхимик сейчас еще разок тут напрягает. Но у Зевса маны нету. Ждет себе ботл. Намного, конечно, пособирает Бобби Найт. Ему бы руны помочь отжимать. Но просто, опять же, этот Алхимик... Почему его ставили на мид раньше? Потому что он дал себе слишком быстрый старт с монеткой и быстрым ботлом. И спокойно дальше мог выходить даже с первой монеткой фармить очень-очень быстро. Сейчас ему нужно качать минимум два. С первой монеткой он такого бурста не получает. Ну, как бы и смысл. Ой, ты посмотри, как проседает. У нас касталин, но Бобби Найт будет жить. Пережил изначальный нюк. И там киренем ответ солено. Ван прописал и погиб. Неплохо солено. И что дальше продолжает драться. Есть вейв и соло накидывает. Ой, ой, ой. Мог забрать фраг. На самом деле, еще немножко подождав, Вингаба там начала подхиливаться от этого... ...порефайм флеймса. Но обошлось. В любом случае, Зевс разменялся на Вингу, а Алхимик живых остался. Это важно. Да, и вот Алхимик как раз-таки сконтролил за счет этой неразберихи руну. Получил довольно-таки много золота. Там тем временем пробивают медведя у нас. Медведи заставляют отступить. Вот теперь уже Йелопи хорошо смотрится против лон-друида на этом лайне. Там еще видим отводики, китайцы также соорудить. Появляется у Йелопи там как раз-таки Аркейн Орб, с учет которого он может неплохо медвежонка пробивать уже сейчас даже. Прекрасно понимает, медвежонка отводит под тригениваться, подхиливаться. В целом, пока 3-1 вроде бы казалось по киллам, но особого преимущества у Веги нет, всего лишь 10-50. Единственное, что, конечно, огромнейший плюс это фарм Паша. Паша, который зарабатывает огромное количество денег, не пропускает криточков, лучше по своему показателю. И, соответственно, по Натворосу должен быть тоже одним из лун. Пока. Но, во всяком случае, перерабатывает товарища ОД. Так, тут у нас кевка. Порует тут. Пу нормально так, уже почти пятый. Да, порикер скидывает, а? Неплохо. Левел здорово забирает себя. Это самое главное здесь. Пока что и по крипам идет здорово. Хорошо. Химик-то посмотри, через какой артефакт пошел. Аэнталон? Аэнталон. Ну, видимо, в лес будет уходить. Там как-то пытаться фармить. Это Актариновый алхимик, судя по всему. Не добивают бестмастера. Не добивают... Да, он захилится. Захилится, скорее всего, флаской. Да, и еще и захиливает спелл Оракула. Поэтому ульта Зевса здесь не прошла. Вообще, Актариновый алхимик. Ну, посмотрим. Может быть, быстрый аганим. Боже мой. Бэйби Найт опять чуть не отдался. Полценик хп осталось. Да, он все и пробует его на прочность периодически. Но хочет опять нахалявить. Но вон. Так, Даззл не по таймингу захиливает мага. Но первым с пылом для этого все же здесь приходится отступить. Что-то не хочет Йелопи пока что харасить лондруида самым первым. Может быть, боится, что что-то не так будет. Вторая аура, казалось бы, должно все останавливаться. Идет на магу. Прописал с бифом itself. Мага и медвежонок битый, и сам он тоже битый. Но перепризвать его, если что, и будет. 1-3. Какая минута. Какая минута не отдать. Алхимику очень нужно левел 6-ой. Вот так только он его получает. Ну все, теперь порядок. Сэрон Талону не добить. Так что прям и никак не за ласт хитит. Конечно, алхимику нужно за каждого крипа бороться. Потому что, на самом деле, на время так немножко-немножко будет поджимать его супер жад билд. Кстати говоря, учитывая, что вега пошли в спиктру, жадность может и окупиться. Спиктраш тоже долго разгоняет. Ну там и есть, то есть другой стороны. На самом деле, еще и медведь не забываем. Есть, которому тоже фарм нужен. Нужно время. То есть и те будут фармить, и другие будут фармить. Мне даже кажется, что ЛЦПа раньше начнут действовать с героями. Получив буквально по одному другому атефакту. Потому что вот это, в принципе, с нижней вене смотрится неплохо. Он явно будет покруче на стадии минуты 15-16 нежели Спектра или Зевс. Ну что, приходите. Так, ну вот видимо, будет атаковать Бэйбенайта. Бэйбенайт слишком много получает, но выхиливает опять за счет Ораклы. Но хватает таких бафов и прочих нюков, которые забирают алхимика. Отдельное спасибо Дазлу, который сделал ТП и дал Грейф. На самом деле, очень долго он это делал. Вот очень долго забирали алхимика, очень. Мог бы перетянуться, если бы дал Грейф, это был бы просто нереальный сейв. Все потратили бы Вега и ничего бы не забрали. Так они приносят себе... Забирают этого алхимика, не дают ему оторваться. У него 3000, у Зевса больше. Зевс порвет алхимика, если равная на торт. Самое главное, конечно же, это опять же сбили темп. Алхимику два раза правильно. Убинает, ну проснись ты, господи, боже мой. Не может захилить нормально ботлом. Потерял один заряд на ранном месте. Просто на халяву Дазлу полечить. Я не знаю, что с ЛЦ творится. Такая важная игра. Бля, не волнуйся. Ну вообще есть у меня версия, почему в каких-то микромоментах ЛЦ могут не доиграть. Ребятки, что я напомню, уже играют шестой день подряд непрерывно с утра до ночи в Доту. Причем в Доту не просто PUBG или Practice Games, а в Доту на выживание. Где каждый проект игры, ты фактически лишаешься шансов пройти дальше. Они проходили опен квалы, они играли их там день и ночь, по дням в ряд. Потом играли вот как раз таки закрытые квалы, и вчера, и сегодня. Ну то есть, ребята просто-напросто могли устать. Я уверен, что у них сейчас очень-очень в плохом состоянии. Ну, на самом деле, со мной странно, потому что как раз вот такие вещи, когда ты очень много сыграл игр, они наоборот на автомате делаются. Скорее там где-то, знаешь, зашквариться и просто сделать какую-нибудь чушь можно. И серии там нажать вообще все на байке, делав ДП. Так, Зеус тратаст, не дазл. Дазл на миде, да. Здесь ничего не хотел сделать. Но на Уан опять уже какую игру подряд на Зеусет мирует. Посмотри, посмотри, что может быть с Бэби Найтем сейчас. Опа, дебаф соло пошел. Приосновил Мартун Сент. Но... Просто под хим еще Иракула бежит теперь. Дебаф-баф. Ну это тысячи голды, Бэби Найтем успел нафармить. Продолжаю пока крипу бить. А сейчас он должен был понять, что поставили Вижн в чужом лесу. Ребята из Вегас-Кладрон, потому что там нашли из нюков сразу начали подбивать. И тогда нужно дать команду с суппортом, чтобы они раздевались. Той-ой. Тем временем Бестмастер, кстати говоря, тоже получил небольшой фарм и небольшой спейс на топе, пока команда бегала в мид. Нормально он там, но получал на самом деле 200-сот. Больше, чем Медведь стал. Тысячи голды, да, у него сейчас есть. И он думает, что же приобретать. Интересно, пойдет ли быстрый блинк или все-таки в Некрономиконы стандарт будет выходить. Посмотрим, что будет. Форстав будет делать Йелопи с легкой линией, никуда пока не торопится. Но ему можно вообще не жадничать. Ему можно фармить там какие-то необходимые артефакты. Его, в случае чего, накормят Аганим. Я думаю даже, что он будет целью номер один. Ну, либо он, либо Венга здесь, потому что ультимейт Даззл, он все-таки хорош. Но как бы если у тебя герой не одетый, он немного бесполезен. Выход на Бобби Найт, Бобби Найт использует баунтирую, пошли катки. Ультимейт теперь требует помогать, Бобби Найт очень больно убивают его, включает ультимейт Бобби Найт. Исправляет с ним, но вам даже ультимейт. И нас Алхимик, опять Даззл уже успел. Подхилить третьим хилом и потом повесить Грейв из 5. Видимо, не доставал просто. Ну да, он бежал, он уже замахнулся и удивительно, что хил прошел. Прошел. По-прежнему продолжает хейтить этого Алхимика, не давать ему поднять свой Нетворс. Все правильно, все правильно. Держится, конечно, в топ-1 на своей команде, но вот в главном масштабе проехал Дзевсу лишь только. Однако три смерти не дают ему хорошо разогнаться. Но у Йелопи в это время все хорошо. Все равно, как ни крути, таки под Алхимика спейс не дали ребята из ЛЦ. То есть здесь больше делается все-таки упор на отвол 2 аура и будут верить в него. Алхимика как будто запасной план. И поэтому, возможно, он сейчас себя так разменивает активно, подавая спейс для ОД. Ну и частично, конечно, для бестмастера. Который, кстати говоря, купил себе став бэлт и будет выходить все-таки в них архивоны. Появятся они у него через 300 монет. В целом, более-менее старт свой такой же получил. Спектру нападения снизу. Паша диспелит его Оракул. Паша уходит. Есть верновшадоус. Ну, та самая спектра, которая будет подключаться по кулдауну своего ультимейта. Не знаю, что Паша сюда приходил. Видимо, думал, что ему пофармить дадут. Но на самом деле, даже один на один проферс сложновато. Да, вот мы видим, у Вега, благодаря тому, что постоянно пугали Зевсу убивать Алхимику, топовый нетворс у Зевса есть, но вот остальные герои немножечко по нетворсу просаживаются. То есть мы видим, что недофармливает немного милет. Суппорты, ну, держатся более-менее. Но спектра тоже держатся на позиции Том-4. Не самый хороший показатель. Очень важно получить сейчас быстрый одиннадцатый, потому что 125 дэмэджа по всем мейта. Это, конечно, довольно-таки много. Каски, Малетик. Тут Малетик самый неприятный. Свар ставится, Кефка беша. Спасение дает, ищупай. Аурор приходит сюда Елпи. Да ладно, будут спасать Шелук Рейп. Кефка-то жив. Мичдоктора забрали. Можно Медвежонку убить. Медвежонок тоже минус. Ой-ой. Три ХП остается, живет. Спектра ультует. Забирает, конечно, Бестмастера. Нужно было остаться его подсейвить. Хотя бы еще разок захилил бы. Может быть, Спектра и не убило. Но размен неплохой получается. То есть там, где могли на ровном месте потерять Бестмастера, еще и выходят в пуш, потому что Бестмастер успел навызывать кабанов-никрачей. Круто-круто сделали ЛЦС. Сейчас отличная подстраховка своего тиммейта, отличная реакция на происходящее событие. И, как результат, сейчас должны забирать Тавар. Микро-чимик, Микро-намик, Комисс, Отволк, Вауром и Дазл на топе. Дейфить здесь пока вега не могут, потому что в трябле ультимейт Баши и Узивса ультимейт тоже в кулдауне. Тавар-бога получит, а падает. И достаются. Самое приятное, что в этот момент наконец-то отлипли от Алхимика, у которого появляется 3900. Есть Сакротрелик, если он его купит, конечно. Ну да, скорее всего. Чекает руну, руны нет, увидит Алхимика, у которого полно всего. Ну вообще, на самом деле, у нее ничего нет, и какое количество денег у Алхимика может только догадываться. А Баунтихандеров Тимми-то нету, не узнать. Ну вот сейчас может Курьер спалить. Курьера могут спалить под этим вардом. Да, и увидят. Ну, должны были понимать. Тем временем, на потение здесь прячут у нас кто это? Спектрад, Танчик, но Оракул. А, да, на месте. Ну, Ван приходит на форсапе, читает рассказ. Ну, вот что, Желопи, какое наглое, ТП-Ауды уходят такие. А, уйдет Ли. Маледикт. Пам, Фонтан. Фонтан хилит лучше. Живет. Очень было близко, но в итоге Елпи единственный, кто ушел. Опять же теряют двух саппортов. Все стягиваются наверх у Веги. Но Алхимику продолжают дарить спейс. И сейчас он еще и фарманет пару стаков. В принципе, Родианс у него должен быть после этого. Да, совсем скоро появится. Да и Кевка тоже получает определенный спейс. Подфармливает нижнюю линию. Тоже, сейчас Спектра его может убить. Тиммейт, если появится. 15 секунд. Да, Вабинар здесь очень аккуратно действует. Ну, кстати говоря, вот этот вот вар... Почему они не убрали? ЛЦ хотя... Да, они как-то вообще много чего доделывают. И тем менее шансов у них... Ну, то есть много чего они, конечно, не доделывают. Но и много чего делают в ответ. Очень хороший вот этот сплит от Кевки. Он вообще пока что чуть не МВП своими действиями. Посмотрим, он сейчас вышку снесет. Алхимика Родик появится на 15-й минуте. Вот это да. Летит сюда Арак сейчас. Арак у нас еще и отъехать может. Видус Се вообще. Петра здесь. Паша подошел на ультимейте за Кевкой. Кевка есть Праймл Рор. И подорнув Шадоус. Вызывает Яссоба, который тут же падает. Вызывает Кабанчика. Праймл Рор дал. И оторнув Шадоус. А что дальше? Раньше ты не дал этот Праймл Рор. Непонятно. Могу просто попробовать уйти. Это значит, так. Экстра, да? Ну, тебя что-то плохо туда нашли. Так, нас первая Ястреба. Потом держи Кабанчика. Ну и теперь и меня можно забрать. Только я его сказал, что он МВП. И все равно, тем не менее, он сломал вышку. И Алхимик Родик зафармил себе. Теперь фармить Актарин. Спережатный, конечно, этот Акимик. Но ничего не поделать. Сперва, наверное, все-таки мант оставил. Потом Актарин. Пушивать. Что у Спектры? У Спектры пока что Дорадика долгий. Пока она его фарманет. Если Алхимика не забирать, он выформит гораздо больше. Более того, видим от Вол Деваврера. Родо Фаттос топовый артефакт против Лондруида. Вообще, ну так много плюшек у этого УД, которые заходят против Мишки. Родо Фаттос, Медведя, замерзать. Шиво, по случаю, возьмет. Ну, он сам, как герой, просто крайне хорош против Медведя. Ну, очень. И плюшек в Медведя там вообще интейн нету. Он, если попадет в самого героя, развалит его. Моментально. Так, я спал, что могут развалить. Так, он выходит слишком легко. Решаться ли вдвоем. Ульт нету УД, я думаю, что не стоит. Без ульта там вообще не хватит дэмэджа. Не пошли. Не пошли. Что ГПМ Алхимика будет лишь со временем только расти. Да потому, что ему еще и помогают. Вот красавчик Бивер. Он... Так. Биби Найт. Билевают. Забирает руну богатства. Почти 500 монет. Не просто как бы бегает на даст. Лида он пару моментов не успел. Но зато он стаки хотя бы наделал. Сейчас Алхимик спокойно там. Посмотри, что творит. Зевса, Солина забирают. Летела. Плюха Зевса. Не так страшно. Для Алхимика моментально подфиглялся, да и себя тоже восстановил. Да, вроде бы 2.11, а преимущества у Веги как такового нет. Они ведут всего полторы тысячи. И казалось бы, это Алхимик, которого можно давить. А у вас у самих Спектра без радианса, которые пока не можно особо. Ну нужно за счет Зевса прежде всего. У него такой рассказ шикарный. Сами пошли. Сами пошли ЛС. Если сейчас заберут фраги. Ну вот со спину заходит. Посмотрите на мага. Маг пытается уйти. Оп, маг. А маг, да ладно, Северч Ворус пытает провязать и убегает. Пасся, просто чудом спасся. Ну там все равно тяжело было, конечно, забирать полторы тысячи хп. Ну да ладно, ну что-то Ромба убили, конечно. Скинулись через праймер ров, кромикон и топорики бы съели его. Ну просто не доста. Так, нападение с Пик-3. Скорее всего у нас Солина. Солин дает стан. Солин уходит. Есть еще свап, но... Много, конечно, насолено. Тут это саппорт пятой позиции. Ну четвертой, возможно, в то время как пустовышку отдают. По поводу Лондон, даже если бы в него все скастовали, он же Мишки все равно выставил, что же смог нажать. Ну тут попробовать сперва Праймал Рог пережить, потом все... Поймали. Карабака получено. Да, получился размен у нас Вингу в Тавр. Винга, который имеет Нетворс, мы видим, последний на карте она, да, поэтому за нее много детали. Так что, ну вот казалось бы, опять же, да, 12-2, вроде много фрагов делает Вега, но постоянно находит какую-то компенсацию. То есть это компенсация может быть в спейсе для Бестмастера и Алхимика. Компенсация в виде Тавра, то есть постоянно какие-то деньги не находит. Там Бивер, кстати, снизу могут убить. Конца Медвежонок в корне поймал, есть на себя Шеллоу Грейв, конечно, но это, конечно, не спасет. Лишь только выиграть немножко времени. Еще и хилит себя. Фортун с Энт его не отпускает. Соло делает килл. Я, кстати говоря, тут и Лондруид мог собрать Аддик из Спектра, но понятное дело, что в Спектре поинтереснее он заходит. Лондруид будет собирать какие-то другие, а вот уже, ну Милл Штром будет. Мефрилл Хаммер носит нижнюю вышку. Понятно, Дэв никто не будет, просто помнить Алхимик, кстати говоря, что он себя уже приобрел. Да, там он, по-моему, Яша и Рецепт на Монтостал у него есть. Да, Мейтор практически зафармил. Башня Сил Света на нижней линии разрушена. Дальше, дальше тут Вегас Патрон. Медвежонка подхиливают, выхиливают Медвежонка, хотят забрать Тир-2, ну или как минимум стянуть сюда противника. Надо бы, надо бы уже перетягиваться ЛЦ. Так быстро они засплитить не смогут. Смотри, у Алхимик появился Радианс, у Спектры была тысяча. А у Алхимик появилась Манта после Радианса. У Спектры 3-200. 2-200 она нафигала, он четверку. Ну и, конечно, это видно по Нетворсу, он просто тремительно улетает от нее. Сейчас еще с Мантой, еще скорость фарма выше станет. И более безопасно при этом может. Последний раз мы оценивали КПМ Алхимик, он вырос на 100. На 100-ку. Ну и сколько минут прошло? Ну минуты 3 вырос на 100, это 300 голды, считаю. Каждую минуту больше зарабатывал. А если и до этого, так, Спектры от Некрачей. Как-то слишком верхнюю линию отдают. Вот я, с одной стороны, красавчики, ЛЦ они все делают правильно, но Вега-то свои ТВР вообще не хотят, что ли, дефить. Дефит вот приходит, конечно, там в Киртва так просто никто не отдаст. Разобраться нужно с суммонами. Пыщу. Ну, брал себе линзу, есть на те временем у медведя Маштром. И это хорошо. Ну, все фармят, все пока вроде более-менее что-то получают. Естая проблема в том, ЛЦ, да, они по деньгам не проигрывают, но все деньги, которые у них есть, практически сконцентрировались сейчас в одном Алхимике. И ОД, мы видим, уже начинает немножко проседать. Ну, его забурстят на 4200 скоро. Тогда, когда Алхимик будет поинфлейт вместе с героями Вега-Сквадрон, один Алхимик, как Тариновый, мы знаем, тот не выигрывает. Опять же, по отношению к СПК-3 он будет смотреться весьма слабо. Поэтому надо все-таки не упускать из виду то, что ОД тоже нужен фармить, что его нужно получать. Ну, я говорю, он на 4200 станет побольше, когда ему Аганим соберут. То есть, вот здесь скорее Алхимик нужно еще больше оторваться, чтобы его Д фармить Аганим и самому не просесть. Но пока что ЛЦ все еще разгоняются. Да, тут еще очень долго им набирать свое. Ну и Вега тоже. Вот Сакрат есть 1000 монет Дородианца. 1000 монет Дородианца, а тут 3 до Октарина. 3-4 до Октарина. Можно, кстати, Сперватор Вла себе взять ПП на это. Спешит ли он так же с Октарином, большой вопрос, да. То есть, пока не сплитит особо, мог просто ускориться. Опять же, просто ускорить свой фарм. Октарин хорошо зайдет, дает ХП-шку. Тяжелее будет его магией пробить. Плюс отхил против Маледиктов всяких, против как раз-таки Оракула. Если Оракул неправильно что-то сделает, он может Алхимика только захилить сильнее. Так, ну и что? 3000 уже есть. Соренцы довольно серьезно отрываются Вега. Все-таки это говорит о том, что они дистанционно более разгружены по карте. Они стараются друг от друга подальше стоять. И все получают фарм. То есть и леса, и линии зафармливают. И по ХП не просаживаются. Тоже очень важно. В конечном счете это все вырывается в левел А. И, соответственно, раннее получение 11 уровней может быть разрешает. Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Ну вот не наказали его достаточно быстро. И теперь он, по-моему, уже пошел. У него уже практически Актарин готов. Такими тампами он форманет его через пару минут. Еще при этом умудряются мид подпутывать. Вега! Левы! Там мид ломают. Вега не торопится. Вот приходит Макс со своим кунг-фу-пандой, которая имеет большого запаса здоровья. Решили отойти АЛЦ. Ну, главной была задача, конечно же, вызвать противника вот куда-то возле своей базы, чтобы они стояли. Ну, соответственно, немножечко расширяются горизонты для фарма. 560 поднимает с руны Алхимик. 4 500 у него. Да, Зевса просто зачекает, что никуда не выходит. ЛЦ, да никуда они не выходят, они фармят просто. У них Алхимик там чистит лес по кулдауну. Смотрите на его ГПМ. Сколько ты там говорил? 760, скоро 800 будет. Он в два раза от Зевса оторвался. Еще на сотню добавил за последние минуты. Да, еще сотня. Бист пытается как-то заспейсить, но он такой приходит, на чужую половину смотрит, а даже там героев врага нет, думает, и куда мне спейсить? Пространства полно. Радианс на спектре. 22-ая минута. Алхимик Акторин. По-моему, пора. Пора вега с квадром, что-то уже придумывать. Иначе можно действительно довольно далеко птить героев. С другой стороны, из-под травы тоже с радиацией сейчас фармить лучше. Может быть, не так хорошо, конечно, как Алхимик. Куда же? Там, например, чистится по кругу. Боже, вот это рак. Ты видел, как он продавал? Он купил себе сначала... Ну, через правую кнопку закупался, через фаззакуп там или... Купил себе энерджи-бустер, тот превратился в арканы. Он купил еще один автоматом. Смотрит у него арканы. Продал арканы. Купил еще один. У него два энерджи-бустера. В итоге пришлось новые ботинки покупать. Ну ладно, что, денег-то полно. Ну вот эти самые микро-моменты, в которых ошибаются игроки. Бобби Найт реально чудит. Ну это сильно, конечно, на игру не повлияет. Самое главное, что Акторин-то готов. И тоже очень важно. Монта есть. И там под смаком теперь они бегали. По своему лесу могут найти Елопи. Пролетает молния. Обидно, сейчас Елопи пошел ультимейт от Спектрейс. Сразу же Форстафф им пытают нести ноги. Но тут апает себя. Да, что просто отдастся. Остальные должны валить. Прямо урора на развороте. Пашу пытаются убить ультимейт. Паша довольно толстенький персонаж. В итоге убивают троих. Ребята из Легаса. Но это был очень неудачный разворот. Усполнился. Да, что-то вообще как-то. В итоге Паша остается здесь просто фуловый. Смотрим мы на дэмэдж. Крайне мало УД нанес. Он там ультимейтом. И своим первым спллом, конечно, Сперу не смог задамажить так, как нужно. Нужно было бежать. Я совсем не понял, почему вообще УД вот здесь вот гулял один. Его, если бы поцепили, его бы просто стерли в порошок. Но Вега хорошо. Удается сделать фраг. Находит. Правда, слишком много они прежнему дают времени. Посмотри на Алхимика. Он только что купил Октарин. Там затыкал с сапогом со своим. Но у него уже 2,5 тысячи сверху. Бажную силу света на центральной линии. Есть, есть такая сумма. Но опять же в нем одном. Это смущает. Оторвался. Да, пока он еще не такой крутой боец. Он не будет крутым бойцом. Мы с такими айтембилдом. Это давно уже всем известно. Террина Медвежа. Движонка пытаются напасть. Не отпустите. Вот замедляют рот фотосом. Был такой бафф в исполнении соло. Но Медведь этого не вызвал. Ты видел, как его Елопе покарал первым спилом? Просто там 2 тычки и все. Потом жестко заходит, конечно. Очень жестко. Да, хорошие комбинации. Формить вот так вот Медведя. Не отдают ТВРа. Просто выигрывают еще больше времени. Тем временем что-то купил себе. Бутсов Тревел. А, Бутсов Тревел. Ну все. Теперь фарма билд закончена. 25-ая минута. Есть 4 слота. Ни одного боевого. Ну и плевать. Зато я фармлю как паровоз. Смотри, бог просто. Да, Нетфорс все, конечно, увеличивается. Причем не важно, что происходит с ее командой. Ее на сотню стабильно раз в 3 минуты увеличивается ГПМ. Ну так да. Только он же с ними не дерется. Они сверху минуту умирают. А он за эту минуту зафармливает больше, чем за них получают. Еще ГПМ, да. Возрос. Ну и стандартная игра, в общем, через такого радианса Кторинового Алхимика. Но тут очень важно просто выточить тот момент, когда АЛЦ предпримет что-то с этим Алхимиком. То есть либо он будет менять свой темпбилд. Так, Алхимик идет, кидает банку в мага. Прямо Рор, куча ТП, есть ультимейт спектрой, разворачивайтесь и бегите. Просто бегите, как никогда не бежали ЛЦ. Иначе вы будете все умирать. Уже умер один. Парается подлобить еще и Вингу. Там подхиливается. Урн оф Шадоус, минус Венжи Полт Спирит. Дазл лоу ХП падает тоже. Десвард поставлен. Ну и, в общем-то, минус 5. Какого черта они полезли, я не знаю. Но это было феерично. Полное вытирание пятерых мужчин с командой Лондон Конспирити. Встроили Вега. 21-2 счет выглядит просто раскромным. И не смутило Вега с патронов, что там присутствует Алхимик, который по натвору со входит в сеть. Не важно. Ну да, полезли на Медведя, который, в принципе, делает меньше всего в драке для Веги. Просто из-за того, что не было ультимейтов Зевса, думали, что можно подраться. Полезли за Лондруидом, Алхимик внезапно оказал, что драться не может, потому что ни одного лота на бой. И самое интересное, зачем полезли-то? Вас никто вообще не торопил. Вы могли так же фармить, дофармливать свои слоты. Но в лейте-то очень сильны. Всем по Аганиму, шестым, седьмым слотом, кто еще не отменял? Сейчас отдадут Рошана. Да и бог с ним, с этим Рошаном. Сплитте дальше. Ох, как много проиграли. Посмотрите, графики просто ползут вниз. Сейчас плюс Аегис достанется ребятам из Вега. И, конечно же, самое главное, что все персонажи Регас Патрон участвуют в этом файте. Это вся пятерка получает деньги. Приезд Ривер у Спектры выйдет сейчас в ту самую Тараску. Слон Друид вышел в Владмир. И Аганим, вот что важно, появляет флэвер. Да, тут Сема по своему потенциалу больше, чем вся команда ЛЦ, по-моему, с этим Аганимом. Какой у него там левел? Ну, одиннадцатый есть. Ему бы, конечно, в идеале шестнадцатый получить. Но даже со вторым тиммейтом он невероятно силен. Да, Десмарт, который будет носить физ урон, причем очень жесткий. Не факт, что быстрее Алхимик будет отхиливаться, чем получать демо с самого Десмарта. Ну, Алхимик слишком непрочный. У него семь армора. Он имеет 1800 хп, этого тоже мало, потому что все-таки ты играешь против Зевса, и тебя там маги уничтожают нормально. Иллюзии отправил в лес. Вот поэтому большинство людей, ну, вообще комьюнити, вот так вот, ну, откровенно говоря, хейтит таких Алхимиков. Тут вопрос даже не в этом билде, а в применении такого Алхимика. То есть пока мы видим то, что он наформил кучу бесполезных слотов и пошел драться. Это неправильное применение Октавина радианцевого Алхимика. Самое правильное его применение — это продолжать сплететь, потом либо пере... поменять свой полностью айтембил, за счет того, что ты там получил хороший нетворс, ты можешь это сделать довольно быстро, либо пытаться как-то заагонимить своих тиммейтов. Это два пути, по которым обычно дойдут такие Алхимики на победу. То, что сейчас исполняет Алхимик, это немножечко неправильно, да, то есть он покупает артефакт и идет, умирает драки. Такий раз хочется смоп. Ульт Спектры. Йелопи поймали. Ульт Йелопи дают Грейв. Пазл падает сразу, Йелопи, дал Астраул, ну и забивает спокойно Оракул, забивает даблкил. Да, Оракул забирает даблкил, хорошая игра. Без БКБ здесь, конечно, Йелопи слишком тяжело будет. Алхимик тем временем опять пошел формить Лица, ставил Манту, довольно-таки неплохо форманул. Все, уже почти готова Кираса. Еще очень смущает, что он теперь бегает без БКБ. О, посмотри, у него интересные, у него еще руны волшебства. У него там кулдаун на тучку 11 секунд, а действует она 16. Он может две тучки кинуть, добавно. Какого я еще не видел. Не увидим, потому что закончилась руна волшебства. И заходит на хайгрант Вегас Патрон. Алхимик, напомню, без Байбека. Что очень смешно в том, чем для Алхимика. Поэтому лезть ему в драку ни в коем случае нельзя. Еще 700 голды нужно на фарм. Справляет, конечно, Илюи. Но мы видим, как они быстро падают. Потому что они не толстые. Медведь, конечно, здорово здесь грызет. Много минус армора. Без ОД медведя тяжеловато убивать. Алхимик. Стоит в Пашу банку. Пашу плохо захиливают. Очень много минус армора. Уже тянуть Дазла, не сдиспелить. Это его одна из самых неприятных черт. Забирают медведя. Вот он, собственно, Мишка. Есть перепризватель. Чего захиливают с помощью Вуду Ресторейшн Трич Доктора. Есть еще Урнов Шадоуз Зла заряда у Паши. Есть, конечно же, Аеги, что самое важное. И Барак, который нужно добивать. За этим пришли сюда Вега Складрон. Сейчас нужно как-то поймать ОД. Потому что Лондруид не сможет бить. Медведя секунду расщепил. Паша может. Паша бьет. Алхимик. Медведя начинают бить. Медведи прогоняют. Паша бьет. Пашу бьют в ответ. Пойбинайт пришел. Получил два прокаста. Зевсай чуть не умер. Ой-ой-ой, посмотрите, какие все битые. К 3 нет ультимейта. Так бы, конечно, можно было. В итоге Алхимик кидает банку. Еще один стан, но подхиливает Дема. Пойбинайт не боец, как мы видим. Дабора копали. И благополучный Вега Складрон. К чеки без замес уходит. И элементарный Вега Складрон играет против Радианца Кториного Алхимика. Да. Как пугает, что называется. Ну, на самом деле, здесь все сами придумали ЛЦ. Я бы на месте Веги особо не рататовал губу. С такой игрой им будет крайне тяжело. Ну, им просто ЛЦ подарили несколько раз такие возможности. Особенно вот этот вот врыв на пятерых в мид. 15 зарядов на Блотстоуне. Ну, вау, 15, Карл. Опять-таки, показывает потрясающую игру на Зевсе. Уже сегодня не в первый раз. В первой карте, я помню, он заканчивал... Ну, да, за сегодняшний день не в первый раз. В первой карте он показывал тоже что-то из разряда 9, 1, сколько-то там ассистов за 20. И в этой карте у него 8, 1, 12. Ну, могет. Могет, что тут говорить, красавчик. Блинк покупает себе те временем Вич Доктор. Вот все, мы решили запрятаться там в кусты, чтобы поставить палку-палку-убивалку. Ну, это, в принципе, тоже имеет место. Всяко... Три покупаются, чем БКБ. Сует меньше. Заходит вега уже сейчас. Не стоит вега, конечно, ослаблять давление. Пока там ничего нету. УД все никак себе не возьмет БКБ. Алхимик только сейчас зафармил Кирасу, идет. И, кстати говоря, у Дэта к БКБшке очень близок. И опять Алхимик остается без байбэка. Купил до Кирасу, конечно, здорово. Кирас там появляется также и у Медведя. А Бестмастер остался. Бестмастер остался и ломает. Здесь будут стараться задержать Алхимик. Так, у Мешко есть грифсы. Мешко очень быстро ломает. Мешко, Мешко проседает. Мешко упал. Мид там поломал Кепка. Но Ван перетягивается. И не нужно отпускать, конечно, Бестмастера здесь. Протягивается вся команда. Бестмастер пожертвовал, но зато Пуш. Пуш он остановил. При этом сломал Тир-3. ОД выфармливает Блокинг Бар. И еще и Оракула могут зацепить. Нет, не зацепят здесь. Алхимик далеко ушел. Он пошел опять фармить что-то новое. Только что Купил Кирасу уже 2000 сверху. Неужели Соло все-таки подцепят? Да, Соло цепляют. Пошла ультатка Киркры в ответ. Паша-то приходит. Говорит, привет, ребят. Ливер шеллогрейф на своего тиммейта. Понятное дело, даваться будет сам. Развернулся противника. Но выиграет Эмми на своего Йелопи не смог. И Йелопи тоже падает. Без байбека ОД. Без байбека Даззл. И Винджерфул Спирит. И вообще и Мастер. Вингус просто стерло каким-то сопутствующим уроном. В итоге Алхимик остается вообще один. Он в шоке. Не понимает, что ему здесь делать. Нужно валить с этой карты. Да, ну и в принципе правильно. Он бежит наверх куда-то. Потому что на базу можно не возвращаться. Это минус вторая сторона. Ну, очень жесткий раскаст из Евса и Спектры. Все круто сделать. Вега действительно играет как вот прям по шаблону. Как можно играть. Купил Алхимик. Ну, не знаю. Это отчаянное решение на самом деле. Он продал, по-моему. Лявно не помогал бы никак. Покупает Огрклап. С БКБ решил пойти, но денег не хватает. Ему надо второй трон просто купить. Это единственное, по-моему, что поможет. По-моему, нет. По-моему, второй трон упадет ровно так же, как упадет первый трон. Ждут, ждут ОД. Нужно ОД обязательно дождаться. По-другому никак. Алхимик заряжает банку. Неплохо по Спектре сейчас может влететь. И не бью, не бью, не бью. Промахиваюсь. Вот сейчас бью, вот сейчас бью. Неплохо. Спектру выгрызли. Там, правда, убили бестмастера где-то. Бестмастер минус. Но Алхимик, конечно, много получил. Сейчас еще и Зевса могут поймать. Зевс госкиптера нажимает. Не успел расставать. Каски и пошел Сёма Тесварда. Убивать будет всех на ультимейзерса. Без шансов для ЛЦ. Куча байбэков. Пытает что-либо сделать. Но там уже Зевс загоняет снова на фонтан. Команды противника. Минус 4. Снова байбэк. Байбэк на байбэке. Байбэка погоняет. Ноу Ван делает уже Бьонгодлайк. Касты про касты. Выбинать не может выйти из-под фонтана. Гривсы. Что творит Ноу Ван? Укрепили свои сооружения. Алхимик. Уж столько ему возможностей дали. Столько он фармил. Ну не знаю. Я просто больше не знаю героя. Который может выигранную. Причем проигранную игру. Закончить с ГПМом 900. Но это Химик. Это стандарт ротиансового. Гатериновый Алхимик. Который так и заканчивает. Проигрывает. 900 ГПМ. Бьют. Трон. 90 ГП 60. 30 падает. Эншент. В итоге Вега одерживает победу. Не сказал бы, что это была самая сложная игра для ребят из за Вега Складром. Ну они, признаться честно, на протяжении всей этой карты просто Алхимика практически игнорили. Кроме разве что на стартов. На старт ему немного загнобили. А дальше просто не обращали внимания. Ну пик был заточен на то, чтобы спушить. Был крайне хорош. Да все были хороши. В этой игре даже можно что-либо сказать. Мак вообще закончил игру с счетом 1-0-4. 1-0-4. Он в игре практически не был. Ну вообще смотри, суммарно. Четыре фрага сделали всего ЛЦ. И честно говоря, по-моему, им вообще за фрагами не стоило гнаться. Просто фармить и уходить в лейт дальше. Но они же пытались в свою очередь как-то напасть где-то. И это приводило только к еще более усугублению ситуации. Вот. Но как мы знаем, ЛЦ у нас проиграли, по-моему, три первых карты. Да. Три вторых они выиграли. Первую карту они проиграли опять. И сейчас будет вторая карта. И в принципе, вот по игре, ну я не вижу здесь значенного преимущества Вега.